В Торонто с ног с шибательным успехом прошел вечер поэтического перевода Бориса Кригера. Зал был забит настолько, что люди даже свисали с потолка. Присутствовали Гатти, Гюга и Шекспир. Байрон приехал позже. Они остались в восторге. Послушаем, что сказали именитые матры. Пожалуйста, не слушайте Борис Кригер. Он не настоящий переводчик. Он лишь шибатель. Шибатель, шибатель. Очень плохой диктор. Он наш ускорбок. Переводы Бориса Кригера изумительные. Я отачился весь вечер. Ничего лучше не слышал. Всем рекомендую весьма. Сил вы плэй, нэкутэй па Борис Кригер. Ил нэ пас инврэй традуктэр. Илэй юстэм морсоу де мэрд. Мэрдэ мэрдэ. Борик снова удивил своим пышным талантом. Так перевести может только Борюсик. Браво, так держать. Плэйз, don't listen to Борис Кригер. He is not a real translator. He is just piece of shit. Shitty shit. Very bad poet. He is one pain in the ass. Пить или не бить. Я теперь понимаю, насколько мой оригинал слабее перевода. Я в полном изнеможении от восторга. Дорогие друзья, спасибо, что вас так много. Мне очень приятно. Прямо вот это здорово. Начнем с самого моего любимого стихотворения. Я был один у волн. Ночь звезд была полна. И не мешал ни чел, ни парус, ни луна. В моем очам скользить за гранью яви. Лесистых гор таинственный ажур. Как дивный хор божественных натур Огонь небес и море вопрошали. Из звезд злотых бескрайний легион То нежно тих, то словно погружен В гармонию стихий в едином сплаве. Волн беспокойных непрерывный бег Ласкал привольно неприступный брег Всевышнего единым хором славя. ПЕСНЯ 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 Неправда, что в каждом ребенок живет С годами едва ли становимся лучше Скорее становимся наоборот В светящихся сферах, в лазури и неге Мы были счастливей, и кажется нам Что в детской души, этом самом побеге Таится какой-то вселенский обман И мы умираем, как будто бы с ними Как были прекрасны и свежи цветы И небо бездонное куполом синим Хранило невинные наши мечты Мы мчались, как ветер, над желтой листвою И искали жуков в каменистой стене Насколько же лучше мы были с тобою В том солнечном дне, словно в ласковом сне И смех разливался поэтренной глуши Искрящийся смех, тот, что слышен в раю Куда улетают детей наших души? Что сделалось с ними? Никак не пойму, лишь Господу Детство понятны границы Куда без возврата упрямо летят Душ наших детей, перелетные птицы Те, что никогда не вернутся назад Чтобы совсем не было скучно Я буду перемежать своим пением Это все стихи Гюго, Виктора Малыш, коль стал я королем То отдал королевство Карету, скипетр, народ И царский свой наряд Корону я в свою отдал И царское наследство Чтоб только тихо наблюдать Как длится твое детство И за ним твой взгляд А если б стал бы Богом я То небеса и землю Отдал бы ангелов чертей Потоки райских струй Пространство, время И людей, которым я не внеблю За то, чтоб просто рядом быть И счастлив был бы тем я За твой лишь поцелуй Вот актуальная песня Ну в смысле стихотворения Конфликт между цивилизациями Это нечто не новое Конфликт христианского мира С исламом уже насчитывает Тысячу четыреста лет Нет разрушительной силы Чем ярость праведной войны Дворцы и хижины Могилы мечом ее превращены Ими хребешиного лая Тупым насилием напоказ Халиф прилежно исполняет Аллаха праведный наказ Дым саваном окутал город Сожжен он и развеян в прах Не пощажен, не стар, не молод О, как же милости фалах Осталось жить совсем немного Оставим с морда хрипоты Халиф, я тоже верю в Бога Халиф, я тоже верю в Бога Халиф, я тоже верю в Бога Но не в того, что веришь ты Аплодисменты 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 Ты любишь перемены И сводишь нас с ума Огонь любви священной Не гасишь до утра Апрель, поющий мальчик Постель мягка из мха И пусть что будет дальше Спасет нас от греха Аплодисменты 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 Другой красы такой Не больше и не меньше Вдруг понимаешь ты Коль Бог не создал б женщин Не создал б и цветы Не меньше и не больше И яхонт И алмаз Лишь камушки в пригоршне Без этих нежных глаз А как они в беседках Среди уснувших роз Волнуют нас нередко Молчанием всерьез Любой такой бы девы Я б стал послушный раб Жемчужина без Евы Моллюска Скучный скарб И все преображая Сыскав меня во тьме Любовь сбежав из рая Путь освящает мне А Гюго естественно был католик И сегодня католическая Пасха Вот И мне очень понравилось его стихотворение Поскольку вы знаете мои так сказать Склонности Наклонности Еще пусты страницы книг Еще молчат слова писания Еще не смолк предсмертный крик Еще свежи его страдания Еще живем в тени Голгоф Еще не внемлем сути вещей Еще чужда нам его кровь Пролитая с горы зловещей Пролитая с горы зловещей На стыке эр, на стыке стран Писали то, что мы обрящим Матвей, Лука, Марк, Хеоан Весть о кресте души дробящим Вы ангел, лев, телец, орел Вас четверо не нужен пятый Несите нам, что он обрел Бог, человек, крестом распятый Вы словно рады тех гвоздей Вы словно рады тех гвоздей Праздивших телом впились в душу И даже кажется теперь И я перед крестом не струшу Благая весть меня готовь Взойти на крест, где как и прежде Крестом распятая любовь Крестом воскресшая надежда А можно чуть-чуть эхо прибавить? Ну без эхо прямо никак Вот, мы прошли, так сказать, этап Виктора Гюго Следующий у нас на очереди Вильям наш дорогой Шекспир Хочу начать презентацию моих переводов Шекспира Небольшим клипом Это монолог Гамлета В моем переводе И мы немножко послушаем его по-английски Пожалуйста Быть или не быть Единственный вопрос В мучительном забвении укрыться От строп и стрел безжалостного рока Вооружась ли перед морем бед Упорным противлением прекратить их пропасть Почить Тем положив конец Безумной боли в сердце и невзгодам Наследницам из неможденной плоти Пропасть Почить Возможно видеть грезы Но смерть и сон ведь может стать кошмаром Когда покров земной внезапно снят И этот страх иной загробной яви Нас тормозит И в этом объяснении Унылой нашей безобразной жизни Дактоп сносилкнутые из-за подни Которыми нас досаждает время Бесчинство сильных Гордых торжество Любви предательство Медлительность Закона Тупое хамство Все это сносить Нас заставляет Острее кинджало Которое в себя вонзить боимся Да кто б терпел безрадостную жизнь Когда б не страх того, что после смерти Нас неизведанная ждет страна Откуда ни один не возвращался Уж лучше со знакомым злом смириться Чем к незнакомому стремиться Откуда и возврата нет Такое рассуждение превращает Нас в бесполезных и безвольных трусов Решимость вянет Срезанная вдруг Серпом сомнения Так бледнеет мысль И упустив нахлынувший момент Теряем мы желание решиться Теряем Субтитры создавал DimaTorzok Теряем 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 Субтитры создавал DimaTorzok Теряем 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 and make us rather bear those ills we have that is like to others that we know not of. Thus conscience does make covets of us all, and thus the native hue of resolution, the then encyclopedia of thought, and enterprises of great peasant moment, their currents turn awry and lose the name of fiction. Bravo! This is the result of the school number 70 in the city of Swerdlovsk, where we taught us the monologue of GAMLET. Where is the school number 70? On the 8th of March. Next, of course, are the sonnets. I will, of course, read them a lot. I will read them a lot. I will read them a lot. I will read them a lot, if you can. And I will, of course, are the sonnets. And I will, of course, ask them a lot. And I will, of course, see them. And in the light of life, I will see them. And in the light of faith, I will see them. И позабыта чистая невинность, и совершенство больше не спасти, и слабость силу победила видно, и у искусства отнятая речь, и пошлость, возведенная на троны, и откровенность усекает меч, и доброта со злом, увы, знакома. Как я устал, мне б от всего уйти, но как любое оставить позади? Чисто, чтобы вы почувствовали красоту Арина. Арина. I'll be gone, save that to die, I'll leave my love alone. Я тут экспериментировал и пытался сделать размер и даже рифмы, чтобы они совпадали с оригиналом. Но этим я вас мучить, конечно, не буду. Вот еще очень известный сонет. Why is my verse so bearing of new pride, so far from variation or quick change? Why does it time, your iron glance aside, to newfound methods and to compound strange? Why write I still all one, ever the same, and keep invention in a noted weed, that every word doth almost tell my name, saying their birth and where they did proceed. On, oh, sweet love, I always write of you, and you and love are still my argument. So all my best is dressing old words new, spending again what is already spent. For as the sun is daily new and old, so is my love still telling what is told. Я тут хотел выпендриться и сделал книжки, оригинальные странички с первого издания, не подумав о том, что читать-то их очень трудно, потому что тогда и орфография была другая, и буквы по-другому печатали. А закончим Шекспира с ролика, сонет, Не дай мне Бог препятствовать любви. Нет, не это, не это, не это, не это. Это Сонет Шекспира. Не дай мне Бог препятствовать любви. Ее основа вера в постоянство. Не любят те, кто разные пути в обход находят, изогнув пространство. О нет, она, как истинный маяк, горит сквозь буре мрачное ненастье. Любовь — звезда, что, разрывая мрак, своим лучом ведет корабль к счастью. Любовь не знает времени оков. Она, как компас в море бесконечном. Она, как небо, ласковый покров. Все покрывает, уготовав вечность. Если это было ошибка, и на меня показано, я никогда не читал, ни ни человек никогда не любил. Коль я не прав, и ложь слова мои, то я не живу, и в мире нет любви. Я вам забыл перевод-то прочесть, да? То, что предыдущее. Моя поэзия простая и не горда, нет вариаций быстрых перемен. Не знаю, почему я никогда не соблазняюсь новизною тем. И отчего пишу и об одном, изобретений нет в стихах моих. И в каждом слове, как в раю родном, знаком мне каждый звук и каждый штрих. Я о любви и о тебе пишу. Любовь моя — вот вечный аргумент. Я новых форм и рифм не ищу, лишь возвожу любовь на постамент. Как каждый день нам солнце светит вновь, так неизменно и моя любовь. Еще я хотел вот это прочесть. Вот еще сонет, это я хотел его тоже прочесть. Как сорок зим нам сбороздят чело, тревожа гладь на пастбищах заката. Так гордый стан согнувшееся число листвой пожухлой разменяет злато. Где свежесть лет, низвергнутая в прах? Где блеск похвалы? Где призрачность преграды? Они в глазах, затопленных глазах. Среди стыда, моленья и досады. И тот лихой бесенок новизны, устав от нас, резвится в наших чадах. О, как объятия времени тесны! Не нам ли вновь уже иная рада? Пусть кровь скипает в жилах наших чад, Когда уже привычнее нам хлад. Мы переходим к Иоганну Вольфганту фон Гетте. И мы начнем его с моего перевода, монолога Фауста. Это вступление в трагедию Фауста. Пожалуйста. Опять моих былых видений след не кажется мне мрачным в самом деле. Как позабыть вас, грезы прежних лет, Когда моим вы сердцем овладели. Я словно запасал вас долго впрок, И вот теперь я вижу, как в тумане, Моих надежд неизбыточный поток, Волшебный ветерок моих желаний. Собой картины вы счастливых дней Напомните, как отголосок мифа. И снова в сладкий хоровод теней Вы две дружбы уведете тихо. А хоровод тот сущий лабиринт, Где не найти ни выхода, ни входа, И снова сердце горько заболит. О прежнем счастье плачет без исхода. Поете мне вы песни, что я пел, Когда не мог еще представить даже Все то, что я потом перетерпел, И душу, что оставила мне в саже, Угас, увы, мой пламенный восторг, Как первое конца напоминания, Когда еще представить я не мог, Что сбудется и это предсказание. И длинная упрямая тоска Стянула душу словно бы удавка, И мыслью тяжкой шепчет у виска, Что мне былого якобы не жалко. Еще как жалко! Средь духовных царств Я заплутал, увы, вполне серьезно. И мое сердце превратилось в кварц, Что невозможным было, то возможно. И содрогаясь и довесь слезой, Я применял святыню на банальность, И все, что ныне, словно не со мной, А то, что было, словно бы реальность. Фауст Могут не вважно, Виаус дунст и небл Умись стеет. Майн бусен Фуэллит 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 Наложил свой звук Наполняет лес и дол Тихий блеск тумана Я сюда так долго шел, но пришел нежданно Все в тумане впереди Хорошо на воле Ты меня освободи от душевной боли Ведь брожу я сам не свой, не противясь более Между счастьем и тоской, радостью и болью Жизни, милая река, ты теки, как прежде Ведь меня наверняка вынесешь к надежде Ведь когда-то счастлив был Я отбросив скуку А теперь приговорил Я себя на муку Ты журчи, моя река Мчись без передышки Понь мне песенки пока И читай мне книжки Ты не будь потоком вод Яростных, внезапных Выходя из берегов Ты вернись обратно Ведь блажен для мира тот Кто прощать умеет У кого в душе живет мир на самом деле Тот, кто видит вопреки Что не видят очи Лабиринт своей реки В непроглядной ночи Стихотворение Я только одно четверостише на немецком Канцду дас Ланд Во ди Зитронен блюн Им дункель лав Ди Голдеранген глюн Хочу страну Туда, где вольно Лист растет лавровый Где до сих пор В меня навек влюбленный Мой дом мне дарит Незабвенный свет Хочу домой Как я хочу домой Где светил зал И комнаты мерцают От статуй мраморных Чей строгий взгляд Ловлю, пока дни мимо Пролетают В тот самый дом Столь милый для меня Без детской радости Где не проходит дня Туда хочу с тобой Защитник мой Не слышится прилива Строгий глаз Скалы, упавшей в море Как корона Я словно бедный мул Забредший в ад Прилег в пещере Там, найдя дракона Да еще с выводком Ужасных драконят И дать и правда Счастье не для нас Стихотворение называется Благословенное желание Это мы все бьетто, да? Легко вы вызовете смех В любой толпе Поверьте мне Когда восхвалите вы всех Тех, кто готов пылать В огне В огне Мерцающей свечи Чертящей тени На стене Все покрывающей любви Что хлад ночной Нашла в огне И как бы тяжек вам не был Последствий Неизбежных гнет Вы жаждете Мгновений пыл Что снова вас В огне Сожжет И как бы ни был Путь далек В слепой И пасмурной Ночи Вы Как наивный Мотылек Сгорающий В огне Свечи А тем Кому не удалось Изведать Пламени Любви Скажу Вы Очень скучный Гость На темной Стороне Земли А вас все думают Когда в зените Мерцают солнце В середине дня А вас все думают И когда вы спите И ваши сны Увы Не про меня Я вижу вас Когда летит с дороги Золотая пыль И раскаленный прах В глухой ночи Как пилигрим У боги Несу я Ваше имя На устах Я слышу Голос ваш В ручья Шептание Мне кажется Что он Меня зовет Но вы смеетесь Над моим Признанием Переиначив Все Наоборот Когда луна Царит Над миром Бренным Где б ни был Я На кривизне Земной Всегда я с вами Ваш я Спутник верный И знаю Что вы будете Со мной Прощание Ты позволь с тобой Проститься Только взглядом Без руки Как же долго Боль продлится Всем усилиям Вопреки Как трагичен Миг прощания Не хочу Почуять Вдруг Хладных губ Твоих Касания И касания Хладных рук А когда-то Губы эти Волновали Сердце Мне И фиалки В скромном Цвете Я сорвав Дарил тебе Не плести Венков Нам вместе Не дарить Тебе мне Рос Все кончается На свете Почему Вот в чем Вопрос Ну вы устали Или еще Байроны Конечно Байроны Но Добрый Начнем На данный Тогда Поставьте Последнее Стихотворение Гетто В исполнение Артиста Якова Петрова Иванова Иванова Да Извините Свобода Мне нужна Как пища Как кровь Как счастье Впереди Природа Своего Не ищет Прижав Меня К своей Груди Волна Ласкает Нашу Лодку И весел Весел Плавный Взмах И зыбь Озерная Нас Кротко Качает На своих Плечах Глаза Мои От слез Устали Золотые Грезы Не вернуть И вижу Как в Туманной Дали Моей Любви И Жизнь Путь И на Волнах Искрясь Мерцают Повсюду Мириады Звезд Я Пью Туман И точно Знаю Что Бус Эт И Ну и последнее Байрон, когда расстались мы в молчании и слезах, убитые мечты сердца разбили вправь, и в холоде лица, и в бледности щеки, постиг я до конца всю глубину тоски. И поцелуй росы, что в предрассветный час предупреждением был, что чувствую сейчас, как от стальной косы опали клятв листы, не пало на весы, последнее прости. И в имени твоем уже намека нет о том, что мы вдвоем прожили много лет, о том, как я рыдал и как рыдала ты, похоронив в подвал убитые мечты. Запретная любовь закончилась тоской, и лучше больше вновь не видеться с тобой, лишь через много лет, отбросив стыд и страх, послать тебе привет в молчании и в слезах. Сесть на скале и на поток смотреть, и тихо слиться с тенью сонной рощи, в такой момент ведь даже умереть, мне кажется, гораздо будет проще. Забраться ввысь по скалам, без тропы, из водопада пенного набиться, без куража, без мук, без суеты, с природой тихо, незаметно слиться. Уйти от суетящейся толпы, чтоб снова слышать, чувствовать и видеть, где в одиночестве твои мечты никто предать не может, не обидеть, Где улыбаться льстиво ни к чему, и беспрестанно мелко лицемерить, где можно быть, как прежде, одному, где можно жить, любить и мечтать.